Раннее утро субботы, а крымские школьники вместо отдыха спешат в Крымский федеральный университет за новой порцией знаний. Так в Академии строительства и архитектуры ребята уже несколько месяцев проектируют дом своей мечты. Мы с детьми осваиваем азы информационного моделирования, то есть построения виртуальной модели объектов строительства, ну любых по их выбору, скажем так, на их усмотрение. То есть изучаем, как это нужно сделать, как это нужно сделать правильно. Во время занятий будущим авиатуриентам показывают, что их ждет после поступления в ВУЗ. В Академии строительства и архитектуры, например, занятия ведут лучшие специалисты сферы. А главное, здесь будущие строители могут не только получить теоретические знания, но и применить их на практике. Образовательная программа предпрофессиональной подготовки делится на две части – обязательную теорию и практику. Теорию школьники успевают прослушать в своих классах, а вот на практику приходят в Крымский федеральный университет. Это профессиональные пробы, это вообще очень интересно сейчас, компьютерный дизайн и все, что с этим связано, очень востребовано. Я думаю, для ребят в любом случае это будет полезная компетенция очень. С мнением директора согласен и ученик 10-го Б класса Денис Ломашевский. Занятия с ведущими преподавателями ВУЗа дают возможность в будущем намного легче пройти все сложности обучения, ведь уже сегодня Денис знает больше, чем любой школьник. Мы познакомились с основами программы «Архикад», с различными инструментами в данной программе, как ей пользоваться, и сейчас уже начинаем заниматься практически, то есть строить свой собственный дом. А школьница из Ялты Тамара Костомарова перспективной считает компьютерную инженерию, и поэтому уже сегодня девушка делает все возможное, чтобы подготовиться к поступлению. Здесь ей на помощь пришли новые стандарты образования, которые позволяют привлекать к обучению высшие учебные заведения. Лекции проходят очень интересно, они длятся 2,5 часа, но этого даже особо не замечаешь, потому что вот, к примеру, на IT-технологиях мы рассматривали 3D-моделирование, это очень завораживает. Новые знания Тамара вместе с одноклассниками получает на базе физико-технического института. В этом подразделении Крымского федерального университета готовят специалистов, востребованных в промышленности, энергетике, программировании и даже информационной безопасности. В распоряжении студентов есть целая сеть лабораторий с самым передовым оборудованием и ряд базовых кафедр на ведущих производствах и в научных центрах Республики Крым. Не секрет, что школы Ялты и, как и другие школы Крыма, имеют пока что не очень хорошую материально-техническую базу. А благодаря сетевому взаимодействию и отзывчивости профессорско-преподавательского состава Крымского федерального университета мы решили вопрос с лабораторными работами, с практической частью. Все школьники, которые принимают участие в научных субботах, имеют полный доступ не только к лекционным аудиториям, но и к научным лабораториям. По чутким руководствам преподавателей Крымского федерального университета будущие абитуриенты работают на современном научном оборудовании. Например, здесь проводится очень много лабораторных работ, есть пособия, которых нет в школе, благодаря этому много всего нового приходит. К примеру, в этой лаборатории школьники учатся о замкомпьютерной безопасности, а именно ребятам рассказывают, что необходимо знать и на что обращать внимание во время серфинга в интернете, дабы не стать жертвой мошенников и не потерять личные данные. Уметь правильно взаимодействовать, правильно себя вести в интернете, понимать законодательство, понимать, какие могут быть последствия при небезопасном поиске, небезопасном серфинге, так называемом, в интернете. Как раз таки обучаются школьники здесь. Научные субботы для школьников – это возможность определиться с будущей профессией, получить новые знания и навыки, а также подготовиться к поступлению и обучению в ВУЗе. Пресс-служба Крымского федерального университета.